Книга пророка Аввакума. Глава первая. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь. Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваше такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдея в народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему усилениями. Страшен и грозен он, а от него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов коней его, и прычей вечерних волков, скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетает как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмивается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой? Мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его. И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносят жертвы сети своей и к одет неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Аввакум, глава 2. На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижале, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведной своей верой жив будет. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад. И как смерть он ненасытен. И собирает к себе все народы, и захватывает к себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливый песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя? И не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в них. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им. Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа рисовоофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно. Ибо земля наполнится познаниями славы Господа, как воды наполняют море. Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней, посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое наливание обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя воятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение. Горе тому, кто говорит дереву, встань и бессловесному камню пробудись. Научит ли он чему-нибудь? Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля перед лицом его. Аввакум, глава 3. Молитва Аввакума, пророка для пения. Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его. Во гневе вспомни о милости. Бог от Фимана грядет, и святой от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славой его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайники его силы. Перед лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и втрепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Грустными видел я шатры эфиопские. Сотряслись палатки земли Мадиамской. Разве на реке воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реке негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой поклятвенному обетованию, данному коленом. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды, бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте Своем перед светом летающих стрел Твоих, перед сиянием сверкающих копьев Твоих. В огневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Ты выступаешь для спасения народа Твоего, для спасения помазанного Твоего. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его главу, вождей его, когда они, как вихрь, ринулись разбить меня, в радости, как бы думая, поглотить бедного скрытно. Ты с конями Твоими проложил путь по морю, через пучину великих вод. Я услышал и вострепетала внутренность моя. При вести осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне рогатого скота в стоилах. Но и тогда я буду радовать себя Господе, веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высотах, на высоты мои, возведет меня начальник ухора.